итак друзья и вас приветствую на канале веселый инженер меня зовут андрей уже давновато не было у меня видео но лето что хотите люди отдыхают я тоже живой человек ну вот решил сегодня вам подробно рассказать как устроен дифференциал ведущего моста автомобильной техники в основном это классика да как для грузовых тогда легковых автомобилей каких деталей он состоит и в принципе какие тонкости есть при сборке при изготовлении этих деталей и так далее итак давайте начнем естественно дифференциал ведущего моста имеет корпусные детали вот эти вот две основные детали корпусные до которые как видите называются чашки дифференциала да в различных конструкциях они называются немножко по-разному чашка левая правая там или просто чашка или просто чашка дифференциала то есть различное название но вы увидите конструкция у них примерно всегда схожи что делается эта чашка да в эту чашку в эту чашку внутрь вкладываются все вот эти вот детали это естественно то есть они собираются вкладываются также как вы видите вот здесь вот есть вот эта поверхность на цилиндрическая и с обратной стороны цилиндрическая поверхность эти поверхности когда дифференциал уже собран полностью в сборе сюда на прессовываются подшипники да ну либо на прессовывать изначально то есть обойму подшипников на прессовывается и потом вот на эти собственно говоря подшипники которые вот здесь установлены буду до подшипники которые здесь будут установлены на них это дифференциал уже устанавливается в картер редуктора и соответственно за счет этого весь дифференциал имеет возможность вращаться проворачиваться но зависимости конечно от конструкции вашего моста перед тем как эти чашки будут собраны они смыкаются до друг с другом то есть эти чашки смыкаются они идут сюда и уже под собраны вот эти все узлы закрывают внутри свои конструкции вот эта вот поверхность вот эта вот поверхность до этого поверхности вот только с одного вида лица она видна хорошо да эта поверхность она имеет сферу то есть если мы разрежем чашку пополам да и сбоку посмотрим то есть это буду такая вот сферическая поверхность вот она будет идти почему на сферической потому что по ней как видите вас и здесь крестовина до 4 таких вот профрезерованных высочки дать туда вкладываются вот это вот крестовина то есть вот этими вот боковыми поверхностями на сюда вкладывается и здесь вот в этой чашке дифференциала до точно такая же конструкция и крестовина тем самым полностью полностью фиксируется вот в этой чашке и в этой чашке соответственно дифференциала тем самым лишаясь свободы для перемещения уже в дифференциале вращается с наибольшей скоростью с наибольшей скоростью конечно будут вращаться шестеренки шестеренки это вот эти шестеренки то есть вот это шестерни полуоси на увидеть на пин называется так листерной полуоси и вот эти вот четыре от элита дифференциала как видите это шестерни конические прямозубы давно очень редко бывает с круговым зубом это очень такие исключительные дифференциалы вообще очень 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 редко встречается в основном это прямозубки вот такие шестеренки они вращаются с достаточно большой скоростью вот это вот шестеренка почему-то мы давайте по сфере продолжим вот здесь в дифференциалах в дифференциалах вот эта поверхность эта поверхность она радиусная на тот поверхность опорная часть и вот это к слову скажем пластинка в основном это вот шайба вот эти они изготавливаются из бронз естественно их необходимо фиксировать вот на эту вот а сферическую поверхность то есть назвать и сбоку посмотрим на эту шестеренку да на это саталит если у зубчатый венец потом идет такая сферическая поверхность наши зубчатый венец коряво получилось ничего страшного и уже сверху вот это вот шайба атакую же свете сферу имеет для чего это шайба то есть она изготавливается из бронзы или других каких-то материалов таких схожих да и она плотно прилегает эта шайба на вот сюда соответственно и сюда и сюда и сюда вот она здесь эта шайба и масло которых циркулирует здесь дифференциале попадает между шайбой и вы самим сателлитом а также между с шайбой и вот этой вот чашкой дифференциалы создается так сказать оптимальное приение да то есть вернее оптимальное отсутствие трения дам насколько это возможно за счет масляной пленки и сателлиты эти вращаются с очень большой скоростью порой данных в определенных условиях как и вот эти вот шестерни полуоси вот эта шайба она прилегает к этой сфере поэтому здесь эсферическая поверхность наших наиболее так вот было все распределено не клинило ничего имелись определенные возможности вращения как увидите есть еще такая вот . 6 до эта втулка она все уберем вот втулка эта втулка тоже изготавливается из бронзы она изначально запрессовывается да вот в этот сателлит внутрь она не одевается сюда да и потом сверху это она запрессовывается и потом как обычно она либо расшлифовывается либо растачивается как это бронза в основном это растачивается уже вот диаметр вашей крестовины потом одевается втулка это тоже нужно необходимо для наилучшего скольжения по крестовине дифференциал так крестовина естественно она шлифованная в некоторых случаях даже полированная опять же чтобы снизить все вопросы по скольжению здесь вот видите такая площадка вы призыва на это для того чтобы масло могло циркулировать и очень хорошо образовывать масляную пленку в контакте сателлита с вернее втулки внутренние сателлита с поверхностью крестовины дальше у нас идет шестерня полуоси как мы видим шестерня полуоси перед тем как они устанавливаются вот сюда вот в этот колодец то есть вот эта шестеренка да на у стоит вот здесь она вот здесь вот стоит и вот этой вот своей ступицы да вот этой вот ступицы она уходит вот сюда немножко углубляется утапливается соответственно между перед тем как ее установить вот такая вот одевается на шестеренку вот сюда к этому торцу до устанавливается вот это вот уже бронзовая в основном да такая вот шайба вот эта шайба она имеет тоже так как у нее большая достаточно плоскость здесь вот в этом варианте видите такие вот луночки сделаны для того чтобы создавать оптимальную масляную пленку попадала масло постоянно туда иногда про про фрезеровывается такой вот паз какую-то дату чтобы здесь тоже масло циркулировала постоянно размывалась и помогала циркулировать собственно говоря между шестерней полоси и вот этой вот бронзовой шайбой надеваете шайбу и потом уже устанавливается шайба нужна чтобы также обеспечить оптимальное скольжение шестерни полуоси через шайбу и не притираться вот к этой вот чашки дну либо к это естественно это 6 на становится вот эту пашку вот как то так собирается все очень просто то есть сначала собирается крестовина 44 саталитика одевается да потом в одну из чашек ставится станется шестерней полуоси чашка ставить в такое положение то есть она вот так вот стоит грубо говоря да чашка ваша сюда шестерней полуоси внутрь устанавливается на этому в разрезе досмотрим и потом уже четырьмя саталитами собранная крестовина вот в эти вот пазы фрезерованные устанавливается крестовина с саталитами так она выступать будет крестовина давайте другим цветом крестовина будет так вот устанавливается на ней саталит и соответственно и уже сверху ставится вторая шестерня полуоси то есть получается грубо говоря смотрите какая конструкция идет шестерня полуоси давайте вот условно будем так шестерня полуоси к ней идут два саталита крестовина и сверху 2 шестерня полуоси все это закрывается двумя чашками 1 2 и скрепляется стяжками болтами различными по конструкции и уже в принципе видите здесь шлицевые соединения сюда входят полуоси почему нужно называется шестерня полуоси полуоси за счет шлицевых соединений скрепляются с входят вернее вот в эти вот шестерни тем самым дальше здесь идут уже колеса да но видно или там колесный редуктор неважно то есть колесный механизм и вот за счет этого уже создается работоспособное состояние дифференциала редуктора ведущего моста автомобильной техники друзья на этом все если остались вопросы пишите обязательно обсудим всем добра пока пока